Скандально известный магазин решения Красногвардейского районного суда не игнорировал. На минувшей неделе по ходатайству прокуратуры Роспотребнадзора суд вынес решение о закрытии отделов ООО «Атланта» на два месяца. У прочих отделов свои ООО и по ним решения суда пока нет. Проштрафившиеся владельцы должны за это время устранить санитарные эпидемиологические нарушения и провести кадровую проверку сотрудников. Стоит напомнить, что в июне этого года в ходе рейда миграционной службы были задержаны 56 работников народного. Они не имели права не то что работать, проживать в Петербурге. К тому же у одного из них еще обнаружили наркотики. Судя по сегодняшнему дню, магазин работает в обычном режиме и продает продукты по все тем же сомнительно низким ценам. Почему именно к этому магазину? Просто смешно. У нас детей много. И мы сюда ходим, кушаем. Спасибо Господу Богу. Хоть здесь за три рубля картошку можно купить. Там что не купишь, домой принесешь, посмотришь, разрежешь, обратно тащишь. То арбузы, то картошка гнилая, то еще чего. Никаких комментариев руководство народного не дает. На этих кадрах видно, что указ по-прежнему выстраиваются в очереди. Правда, в негласной беседе один из сотрудников посетовал. Посетителей стало в два раза меньше. Многие после сообщения о закрытии универсама поверили, что магазин закроют полностью. Тем временем по городу все шире. Распространяется слух, что на помещение народного уже нацеливается одна из крупных торговых сетей.